О том, что экспонаты музея сделаны из самого настоящего шоколада, говорит только аромат, который витает уже на подходе к помещению. На первый взгляд, совершенно обычные предметы, сделанные из различных материалов с помощью ковки, пластмассы, всевозможных стразов и украшений. И лишь приглядевшись, принюхавшись, можно распознать всеми любимый шоколад. Экспозиция создавалась порядка трех месяцев. Над ней работал знаменитый шоколадье Николя, у которого 22-летний опыт работы с шоколадом. Шоколад довольно тонкий, хрупкий и специфичный материал, поэтому, можно сказать, что, наверное, аналогов данного музея на сегодняшний день, ну, как минимум, в Европе практически нет. Здесь можно увидеть яйца Фаберже, сделанные в соответствии с оригиналом, царскую корону и даже Эйфелеву башню. Брещане с особым восторгом оценили появление в городе такого необычного места. И, несмотря на то, что официальное открытие пройдет только 17 июня, музей за неделю от существования посетило уже около полутысячи желающих. Сегодня музей носит формат передвижного. Несколько месяцев экспозиция пробудет в городе над Бугом, потом отправится в Гродно. Недоумение, восторг, растерянность видишь на глазах людей. И потом, когда они вот прошли, посмотрели всю выставку, и ты понимаешь, вау, это красота, и это сотворил человек с шоколадье своими руками. Это достойно. Кроме скульптур, в музее представлены уникальные картины, сделанные полностью из шоколада с добавлением пищевых красителей. Трудно поверить, что автором всего этого чуда может быть один мастер – шоколадье Николя. Кто он? Это останется загадкой до дня торжественного открытия. Необычная экспозиция подарит незабываемое впечатление не только ребенку, но и взрослому. Ведь шоколад – это в первую очередь хорошее настроение. С праздником шоколада! Продолжение следует...